Тут как вы находитесь на канале Исследователь, меня зовут Артём И мы сегодня с вами будем исследовать события фондового рынка и мой брокерский портфель Да, сделок я не совершал, но хотел с вами обсудить, что происходит на рынке В телеграм-канале подписчики задают вопросы За сегодня мы видим небольшую коррекцию, у меня снижение по портфеле 0,17% от стоимости портфеля Индекс московской биржи, это наш бетчмарк, на который мы смотрим и равняемся, снижается на 0,31% То есть индекс в отрицательном росте меня немножечко опережает Поэтому в целом меня это немного успокаивает, хотя я и наблюдаю красноту в своем портфеле Давайте перейдем к такому моменту Многие говорят, что на коррекции нельзя покупать падающие ножи Кто-то говорит, нужно наоборот затариваться Поэтому каждый мыслит в силу своей испорченности, друзья И в моменты коррекции на самом деле совершаются громадные сделки Приобретаются новые состояния И люди покупают хорошие истории И сидят потом долгое время Пожинают плоды своих трудов О чем я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать о том, что Рынок, он не всегда растет Бывает падает, бывает очень сильно падает И в этот момент, когда рынок очень сильно падает Нужно найти хорошие инструменты Которые бы помогли нашему портфелю не так сильно провалиться О чем я говорю? О том, что должна быть дерсификация Дерсификация по активам, по странам По имитентам По валютам Но, к сожалению, мы живем в таком мире Когда эту дерсификацию В целом невозможно добыть Но ее можно тоже совершать При помощи состава Разного количества бумаг О чем я говорю? Вот откроем мой портфель Мы видим, что у меня здесь 30 значений Вот есть лукоил, сегежа Видите, в процентном соотношении То есть у меня сейчас сегежа Занимает второе место в портфеле Да, многие говорят, что сегежа Это фу И я вам могу сейчас показать Телеграм-канал, где вам будет Один из моих подписчиков Вот телеграм-канал Где я публикую свои новости То, что меня интересует То, что я думаю, влияет на рынок На будущее Текущие котировки акций Вот И даже вот публикую то, чем я занимался сегодня Поэтому, дружище Я такой же, как и вы Не какой-то там трейдер Ставь лайк Пиши комментарий Вот давайте почитаем, что я тут размещаю Есть Такая криптовалюта USDT Она приравнивается к Доллару США Ну, не один в один А с небольшим Таким отступлением И в мире крипты Это считается Доллар Крипто-доллар Будет у нас скоро Крипто-рубль А вот это Крипто-доллар И кто его Учредители Что и как Новости Из крипто-рынка Почему? Ну, сейчас многие Давят хомяка Там разные Другие Таблки Юзают Поэтому, я думаю Подписчикам интересно Развитие новых Современных Экосистем Валют И так далее Поэтому, друзья Для вас Опубликую Разные новости И Размещаю В своем Телеграм-канале На него можно Подписаться Здесь Отсканировав Кор-код Так, это не то Вот Кор-код Давайте Почитаем Что здесь Есть еще Кроме этого По последним Новостям Пробежимся И потом Покажу чат В котором Подписчики Задают вопросы На которые Я сейчас Попытаюсь Ответить Вот Федор Помощник Видите У нас есть Бот Привязан К телеграм-каналу К чату Ему можно Задать Прямые вопросы Он вам Ответит Вот он По моему Запросу Публикует Новость О Лукоиле Лукоил Участвует В сделке В продаже Зарубежных Активов Все компании Между собой Переплетены Я также Публиковал Здесь Таких компаний Как Блэк Рок Давайте Попробуем Поискать Блэк Блэк Рок Блэк Рок Блэк Рок Ладно Не будем Заморачиваться Короче говоря Я что-то Сегодня уже Видимо Совсем уставший После работы Давайте Перейдем В чат Перейдем В чат Вот Михаил Спрашивает Будет ли ролик Будет Видишь Миша Пишу По твоим заявкам Пишу ролик У нас Тут Брулит Жаркая Дискуссия Жаркая Дискуссия Сейчас Я вам Хотел Кое-что Тут Много Материала Моего И не только Моего Подписчики Задают Вопросы Давайте Попробуем На это Все Но мне Вот Больше всего Интересуется Чего Чего Началось Вот Сейчас 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 Перейдем У нас Есть Подписчик Андре У него Есть Свой Канал Про Инвест Не реклама Но он Его Периодически У нас Пытается Рекламировать Вот Павел Задал Вопрос Кидай Друзья Доброе утро Вторник Рынки Открываются Старый Ну а Как иначе Друзья Открываемся Вниз Продолжается Рутинная Работа По тренду Да Напомню Тренд старшего Напомню Прошу прощения Тренд старшего Масштаба Недели Смотрят Вниз Да Все что мы Сейчас имеем Это Два Отскокнемся Внутрь Это В принципе О чем Я вам хочу Друзья Сказать Давайте Почитаем Нет Вниз Там Та-та-та-та Паника Паника Нарастает С ЮГК Надо пережить Несколько Новостей Это Допэмиссию Которую Или Подожди СПО Там Могу ошибиться СПОшку Которую Вроде Продает Собственник В рынок Ну Плюс Коррекция Золота Дойдет Хорошая То есть Ну И сам Рынок Вполне Себе Неплохо Снижается То есть Я в процессе Бегаю Где-то там Бегу По своим Делам По работе Отвечаю Подписчику Сбрасываю График Золота На Лондонской Бирже Стоимость Чтобы человек Понимал Вот Действительно Тенденцию ЮГК Можно сравнить Ох Это ж покупка Лесенкой Ну Это все Про Комментарии Андрея Он сейчас Переименовался В Проинвест Я тоже Думаю Может Как-нибудь Чат Переименую В Проинвест Вот Мой ответ Также Вы видите Вот Андрея Публикует Что вышел Вышел Из позиций Я тут Про дивиденды Пытаюсь Объяснить Как набирать Позиции И вот Смотрите Что я ему Отвечаю Банк Санкт-Петербург 232% Но я шучу Получаю 220% Дохода Поэтому Друзья Когда вы Пытаетесь Спекулировать Вы не Получите Такой Доходности В принципе Потому что Вы будете В погоне За Сотами Движениями Колебаниями Туда Сюда Стоп Лост То есть Стоп Приказ Вы должны Четко Соблюдать Нормы Трейдинга Вот Еще смотрите Публикуют У нас Друзья Что-то Сейчас Разговариваем С пацанами Разговоры В бане Так сказать И начали Говорить Про биткоин И я узнал Что он Там стоит В районе Там 70-100 Тысяч Долларов И поднялся Там Что-то На 20% За последний Месяц И вы С этого Всего Там Охереваете Простой Лайфхак Вам рассказывают Просто Плитка Она стоила В том году 900 рублей Бери Любой Строительный Материал Ты оплатил В этом году Она стоит Уже 1900 И причем Прикол Тебе не нужно Ты скинул Туда 2 миллиона Платил Им склад На год За 5000 Ублей На следующий Год Ты просто Дополнительно 2 миллиона Выдернул И так Можно брать По любым Материалам Блоки Газосиликатные Валюту На этот Лохотрон Нацеленный Понимаете Вот Короче говоря У нас Тут Разные Лайфхаки Обсуждаются Поэтому Друзья Смотрите К чему Я это Все клоню К чему Я это Все клоню Какие Бумаги Покупать Видите Разный Порфель Сегежу Покупаю Я не просто Так Покупаю Сегежу Я не призываю Вас Ее покупать Но я Что-то Знаю Что-то Подозреваю Видите Интеррау У меня Хорошая Позиция Диасофт Увеличилась Банк Санкт-Петербург Я поднарастил И буду Наращивать Китайские Эмитенты По сравнению С ними Съехали Вниз Раньше Они были Если посмотреть Мои видео Ранее Я какую-нибудь Размещу Где я разбираю Структуру Порфеля Вы увидите Что они были Выше Северсталь Тоже пока Отстает Астра Подтянулась Уже Перебила ТКС Вуш Подтянулся Газпром Нефть Башнефть Появился Новый Эмитент Газпром Нефть Химпром Видите А ФК Система Новый Эмитент Рени Я пока Особо Не Увеличу Позицию Но думаю Тоже буду Постепенно Наращивать Сейчас пока Жду Роста Капы Как капа Приподнимется Буду усреднять Хотя Позиции Много Позиции Много Кажется Тяжело Трубнометаллургическое Видите Что там Она показывает Такое За сказочное Это 60 Штука Внизу 16 16 448 Ой Я уж А это В деньгах В деньгах Я проматываю И не появляются Деньги Вижу Вот Сбер Видите Сбера не так много У меня Вот от нефти Еще Позитив Появился НЛМК Увеличилась Позиция Новотек Пока не растет НКНХ Пока тоже Не двигаю Ленэнерго Сонконфлот При Понизил Позицию И другие Там фонды Есть Вот Поэтому Что я хочу Сказать Это касаемо Дерсификации То есть Широкий Рынок Помогает Сдерживать Порфель Второе Это Дивиденды Дивиденды Истории Вот допустим Северсталь Давайте Разберем Северсталь Видите Выплата 2800 На 15 Акций Что у нас Тут по выплате По выплате 10% Это Нам нужно Понять От какой Стоимости Северсталь Мы покупали Вот Поэтому Мы берем И включаем Калькулятор И смотрим 191 Рубль Делим На 1600 И получаем С вами 1199 И умножаем На 100 И у нас Есть 119% Что и требовалось Доказать Видите То есть Мы Дивидендная Доходность У нас В 10% Это в районе 1700 Я Пересчитывать Не буду Мы Можем Открыть Котировки Северстали И Посмотреть Что Сейчас Она Торгуется По 1830 Рублей И Видите Цена У нее Затормозилась Здесь Вот Просто Рынок Не дает Вот Дал Буквально В каком-то Небольшом Проливе Моменте Опуститься Цене И когда это было 3 июня Кто-то Зафиксировал Хорошую Дивидендную Доходность То есть Понимаете Мою логику О чем я вам Говорю То что Сейчас на рынке Получить 12-13% Дивидендной Доходности Ну Давайте Еще попытаюсь Я вам Каким образом Сейчас На самом деле Все сложно Вот видите Что Кто мне Еще платит Ну Мы Петра Чайна Не будем Смотреть Ленэнерго Давайте Посмотрим Что у Ленэнерго У Ленэнерго 9% Доходность Ну то есть Вы должны Понимать Что рынок Сейчас вам Пытается Не дать 2% Доходность Ой Двухзначную Процентную Доходность Татнефть Татнефть Не нужно Считать На год Она 3 раза в год Платит То есть Тоже Тяжело Так воспринять Вот Рене 2,2 всего Ну то есть Второй раз в год Пытается платить Газпром Нефть 2,37 Она тоже платит 2 раза в год Суммарная В районе 16 Но бумага Сильно Опустилась Совкомбанк Сколько Сколько у нас Получается 0,10 Ну тоже Ерунда Ну у нее Будет Капа Расти Хорошо Вот Диасофт Смотрите 170 Рублей Видите Доходность 0,48 Так они уже Раз квартал Платят И бумага Все таки Растет Капитализация Растет Астра Уже Ну НКНХ Роснефть Сбер Вот давайте Посмотрим Допустим Сбербанк Из мастодонтов 10 10,50 Башнефть 11,96 АФК Система 2% Сомкомфлот 8% Вот Исходя из разных Стратегий Нужно выбирать Разные бумаги И понимать Какие бумаги Вам дадут Больше или меньше Дивидентную доходность Северсталь Видите Квартальная доходность То есть у нас Там было 10 А если сейчас Экстраполировать Что по 2% В квартал То есть 4,8 В год Ну это же мало Да Но опять же Мало Если вы купите По тем Ценам А не по тем По которым Купил я О чем я вам Сейчас хочу сказать То что по Северстали Моя средняя покупка Намного ниже Она Она составляет 1200 Ну пусть 1300 Давайте Пересчитаем К 1300 Так История У нас тут же Где-то есть Что-то нету Ну ладно 1091 Разделить На 1300 И мы видим 14 Дивидентную Доходность Ну то есть Понимаете О чем я говорю Это у меня Средняя По двум Порфелям Потому что Вы видите Сейчас общий счет У меня есть Первоначальный счет И есть Счет Иис И я вам Обещал Сделать Перевод Денежных Средств Вывод На карту Вот У меня Сейчас Есть 486 Рублей Я И хотел Выведь И посмотреть Какие Налоги С меня Удержатся Давайте Попробуем Вывести 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 Все Или Давайте Останим Так 484 Чтоб Она Зафиксировалась В отчете 484 484 484 Ох ты Ключ слетел Ну Разрешить Все Подсмотрели Вывод Денег Хорошо Вот Я До этого Ролик Снимал Про то Как Выводится Деньги О том Как можно Сэкономить На НДС Вот Видите В обработке С Днем России Поэтому Друзья У вас Тоже С Днем России Вывод 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 Купонов Откроем Отчет Я Я Я Читаюсь Хотел Сказать Это У нас Десятая Уже Да Это Вчера Было Довольная Жопа Может Кому Понадобиться Ставь лайк Косик Ты Всех Новостей Перечислять Но Вот Медикал Групп Я бы Открыл Давайте Дочитаем До следующего Поста Рынок Открылся Вниз Я вам Показываю Видите Вот это Плита Сиреневый Фон Это Там Где Цена Задерживается И Я Пишу Что Внизу Есть Гэп Который Нужно Бы Сходить Закрыть Так Если Рынок К этому Гэпу Придет Я Разобью Свою Копилку И Начну Снова Покупать Я Уже Не Первый Раз Бьюсь Заклад Что Я Не Буду Покупать Акции Потому Что Нет Денег Я Какие То Резервы И И В Очередной Раз Покупаю Какие То Истории Либо Продаю Что То У Себя Фиксирую Плюс И Покупаю Другие Акции Но В Последний Раз Я Продавал Сегежу В Минус Но В То же Время Фиксировал Плюс И Поэтому У Нас Эксперимент А Пока Наблюдаю Если Будет Прилет А Пока Наблюдаю Если Будут Прилет И Истребиное Заявление ЦБ Истребиное Заявление Это Означает Что Повышение Ставки И Таргет На На То Что Ставка Будет Повышена Это Значит Ястребы Ястребы Рынок Будет Скатываться Вниз К Интересным Ценам К Интересным Ценам Я вам Сейчас Объяснил Про Башнефть Про Северсталь Так На Этому Друзья Наверное Буду Заканчивать Надеюсь Оптимизма Я вас Вселил Давайте Посмотрим Что Все Таки У нас Федор Может Федор Федор У нас Федор Бот Федор Бот Тут Хомяк Есть Я тут Тоже Хомячу Видите Если Хотите Мою Ссылку На Хомяка Пиши В Комментариях Скинул Ссылку На Хомяка Давайте Посмотрим Что У нас Котировками И мы Видим Что Индек 0.31 Торгуются Еще Можно Посмотреть Вот Смотрите Лидеры Там Таймашовский ТНС Ростов Надону Киви АДР Тамбовский АСК То есть ТНС Энерго Кто Падает Красно Какой-то Красноярск Электросбыт Ну То есть Те Кто Выплатил Дивиденды Кого Пампели Это Весь Третий Эшелон Ну У нас Лидеры Все Показываются Кто В процентном Соотношении Максимально К рынку Вырос Поэтому Вы через Этих Лидеров Можете Узнать О таких Небывалых Компаниях Которые Есть На нашем Рынке Это Все Благодаря Федору И Соловью Так что Дружище Если тебе Интересны Такие Посты В нашем Телеграм Под это Видео В чате И Соловью Тоже Лайк Проставь Всем пока Профита Да И друзья За каждым Снижением Приходит Рост Поэтому Не нужно Впадать В уныние А нужно Ити Заработать Денюшек Чтобы Выбрать Хорошие Истории И прикупить Их В нужное Время Всем пока И профита